Неделя подходит к концу, тут в термометрах, казалось бы, стремится выезд до бесконечности, а уже завтра ожидается гроза. Но то ли дело разговоры о погоде, когда начинаются и новости на Кибергейм ТВ. Сегодня в выпуске. Бесплатный снайпер Элит В2 в Стиме, три дополнения для Дарк Соулс 2, возможно релиз Дэд Райзинг 3 на ПК и, наконец, новый трейлер Род Редемшн, наследника культовой Род Раш. Привет вам и, как и всегда, обо всем по порядку и подробно. Уже через три недели на релизе появится для многих долгожданный новый проект студии Rebellion, игра Снайпер Элит 3. Мы неоднократно рассказывали вам о ней, но советовать покупать не будем. Смотрите на цену и на то, что может предложить вам этот проект. Если вас все устраивает, почему бы и нет, а если нет, то зачем? Зато уже сегодня и прямо сейчас в Стиме идет раздача бесплатной копии игры Снайпер Элит В2. Успейте получить, ведь уже завтра игра снова будет в цене. Стоит отметить, не в такой уж и маленькой. Заходите на страничку с игрой и нажимайте большую зеленую кнопку «Установить». Игра добавится к вам в библиотеку, а дальше дело за малым. Проходите одиночную сюжетную кампанию, проходите игру в кооперативе с другом или же, наконец, показать, кто самый терпеливый, сильный и точный Снайпер в мультиплеере. Рекомендуем вам эту игру. Особенно интересно проходить ее именно в кооперативе. Этакий Splinter Cell Conviction, но только про Вторую мировую войну и с рентгеновским киллкамом, как в девятом Mortal Kombat. Слово сейчас в Стиме на Mortal Kombat и Injustice действует, скидка в 75%. Если вы не играли, а хотите, обязательно присмотритесь к такой вот вкусной цене. Но только о геймпаде не забывайте, а то ведь так и пальцы не мудрено сломать, играя на клавиатуре. А вот любителям хардкора и по-настоящему взрослых челленджей определенно придется по вкусу новое дополнение Корона Утонувшего Короля для игры Dark Souls 2. Новые испытания, территории, враги и, конечно же, боссы. Все, как вы любите, как вам нравится, по старому и вкусному рецепту с хрустящей корочкой и под темным соусом. Этот DLC стартует уже в следующем месяце, 22 июля, в Стиме и Xbox Live и 23 июля в PlayStation Store. Второе дополнение Корона Старого Железного Короля выйдет в конце августа и последнее DLC Корона Слоновьего Короля стоит ожидать ближе к концу сентября. Вместе же тройка этих загружаемых дополнений образует новую сюжетную арку Утерянной Короны. И мы уверены, вы будете не против оценить их как по отдельности, так и все сразу. Все-таки это Dark Souls и вы знаете, что там и к чему. Все ожидания, скорее всего, будут оправданы, а ваше упорство и настойчивость вознаграждены. Стим продолжает радовать не только большими скидками, хорошими играми и бесплатными бонусами. Буквально вчера в каталоге игровой базы Стима была обнаружена запись об игре Dead Rising 3. Напомним, что сейчас проект является эксклюзивным для обладателей консоли нового поколения Xbox One. Но учитывая продажи консоли, дела у третьей части серии Dead Rising идут, ну, совсем уж плохо. И да, вполне возможно, что Dead Rising 3 прямо появится на ПК и будет доступно в Стиме. Правда, если это и произойдет, то точно не в ближайшее время. Впрочем, с другой стороны, все мы знаем одну прописную истину. Xbox теряет эксклюзивы быстрее, чем выходит новой части Call of Duty. Это цитата одного из пользователей Рунета. И он прав, если вспомнить эксклюзивность Gears of War, Alan Wake, Fable и так далее, то все сразу же станет на свои места. В общем, новость-то хорошая. Но остается, однако, вероятность того, что это не более, чем просто запись в базе игр Стима. Но мы-то с вами знаем, что истина где-то рядом, как завещал агент Малдор из сериала «Секретные материалы». И напоследок новый трейлер игры Road Redemption. Быстро, бодро и забавно. Хотя, постойте, недостаточно быстро, не очень бодро и местами совсем уж не забавно. Игра, претендующая на звание наследника культовой и любимой нами Road Rush на сегодняшний день выглядит не очень убедительно и красиво. Мы все-таки надеемся, что со временем все изменится в лучшую сторону. А так, понятное дело, мы только за быструю езду и богатые на приключения дороги. Разумеется, лишь в рамках видеоигр. Так или иначе, Road Redemption достойна внимания. Главное, опять же, чтобы к релизу все смотрелось хотя бы немного, но иначе. И это были все новости на сегодня. В следующий раз мы снова услышимся и даже увидимся в ближайшую субботу в программе итоговости на том же самом месте на Кибергейм ТВ. Текст новостей читал Семен. Берегите себя, не перегревайтесь на солнышке, а лучше просто с кондиционером и холодной газировкой играйте в свои любимые и хорошие игры. До субботы и до новых новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова